Всем привет! Давно я не делала обзоры на книги, прочитала несколько, но не сделала обзор. Может быть, сделаю. Вчера дочитала книжку Джордан Питерсон «12 правил жизни». Читала я её долго, потому что не было сильно много времени, и плюс это одна из тех книг, которая не читается быстро. Что хочется сказать про эту книжку? Честно говоря, рекомендую. Какие-то там вещи такие очевидные, понятные, но какие-то очень даже новые, интересные, и ты так начинаешь думать, о, а я на такую вещь не думала под таким углом зрения. Джордан Питерсон очень известный в своих кругах, в психологии. Вы можете увидеть его страницу в Инстаграме. Там он постит интересные какие-то вещи, которые можно почитать, про его семью можно почитать. Также в этой книжке он немножечко затрагивает вещи про свою семью. Также в Ютубе вы можете увидеть некоторый обзор вот этих вот «12 правил жизни». Когда я их прослушала, я подумала, ну, да, фигня какая-то. Но всё-таки я решилась купить книгу, и я не пожалела, потому что книга — это абсолютно другое. Я вам рекомендую именно прочесть эту книгу, а не слушать в Ютубе вот такие вот краткие обзоры, потому что там он рассказывал крайне сжато, крайне так, скажем так, не очень, на мой взгляд, интересно. Он также даёт лекции на TED. Ну, в общем, в Ютубе вы можете много найти про него и то, что… и его работы. Но вернёмся к книжке. Книжку я вам пересказывать, как я обычно делаю, не буду, потому что есть некоторый пересказ уже на Ютубе. По-моему, он на английском, но при желании вы можете найти русскоязычные субтитры. Честно скажу, «Послевкусие» очень хорошее. Она такая очень цельная, такая очень наполненная очень многими вещами. И каждое правило он описывает, ссылаясь на разные источники. То есть, если мы посмотрим, то в конце книжки очень большой список разных ссылок. Конечно же, эти ссылки англоязычные. Также он даёт иногда ссылку на Достоевского, на Библию, на прогулак немножко рассказывает. В общем, идея в том, что у него очень много интересных мыслей, которые подкреплены разными источниками. Сколько тут у нас ссылок? Так, 220. 220 ссылок содержит, ссылается. В общем, книжка построена очень интересным таким путём. Её очень легко читать. Тут нету каких-то сложных терминологий. И вот я рекомендую читать главу за главой, делать остановки, передышки, думать, возвращаться. Где-то может что-то погуглить, потому что, может быть, не со всеми вещами вы знакомы, на что он ссылается и о чём говорит. Но в целом, может быть, для каких-то продвинутых психологов эта книжка зайдёт очень легко, быстро и легко. Но для тех, как я, которые не являются какими-то психологами, а только интересуются, то эта книжка требует, конечно, большого внимания, концентрации и времени. Но эта книжка стоит того, она очень такая приятная на ощупь и читать. И после неё, как я уже сказала, послевкусие крайне такое приятное, хорошее. Вот она у меня немножко потрепалась, потому что по всей квартире со мной путешествовала. Вот. Ну и Джон Дан Питерсон, клинический психолог, философ, профессор психологии Торонто. В общем, всю жизнь он посвятил изучению многих-многих вопросов, которые он описывает в этой книге. Поэтому рекомендую.